На центральной площади города сегодня все для них, пусть и маленьких, но главных героев праздника. Даже асфальт возле памятника революционерам стал своеобразным холстом для творчества Непосед. Сделать лето интересным для подрастающих волокжан решили с самого первого его дня. Аквагрим, ростовые куклы и бесплатные угощения – это лишь часть развлечений, которые ожидали участников праздника, посвященного Международному дню защиты детей. Школьники и дошколята демонстрировали свою ловкость, играя в твистер, а при помощи нескольких цветных ведер проходили тест на внимательность. Объяснить правила игры, следить за тем, чтобы никто из участников их не нарушал. На ближайшие три месяца у Светланы Куфаревой – это одна из новых профессиональных обязанностей. Студентка Вологодского педколледжа этим летом в одном из дворов будет присматривать за совершенно незнакомыми и детьми. В этом году волокжанка стала волонтером проекта «Город детства». Нравится, у меня у самой есть братик, так я с ним как бы, у меня опыта есть, много. Первое впечатление, как-то такая суматоха, много всего, много детей, много народу, это просто как-то непривычно. У нас площадка будет, вот, и надеюсь, будет как бы много народу, придет много детей. Город детства 2015 открыт! Поднятие флага над площадью революции – это символический старт проекта, известного волокжанам более пяти лет. Каждое лето, ровно на три месяца, в областной столице возобновляет свою работу «Город детства». На детских площадках во всех микрорайонах с детьми будут работать молодые волонтеры. Каждый будний день с 10 утра до 13 часов дня. Конечно, они попали уже в какие-то, да, городские лаберя. Это уже для мамы какой-то вариант решения, если он уже играет в этот, скажем, во дворе занимают. Это очень хорошо. Да, мы пытались ребенка отпускать. С ними занимались там, было весело. Ей нравилось. Они еще с собой берут флаг для того, чтобы узнать, где они. Стартовал городской проект «Город детства». Во всех микрорайонах города этот проект ждет ребятишек. Посмотрите, какой сегодня большой праздник детства, какое великолепное настроение. Мы надеемся, чтобы такой заряд бодрости, позитива и энергии будет на всех площадках этого проекта в течение всего лета. У каждого из добровольцев есть доступ к спортивному инвентарю и игрушкам, так что в распоряжении по просьбе детей могут оказаться скакалки, мячи, наборы для бадминтона и даже огромный конструктор. Кроме традиционных дворовых игр, ребят на «Городе детства» ожидает и образовательная часть. Вся программа разделена на тематические недели. И добровольцам будут помогать представители совершенно разных профессий, в том числе, например, театралы или даже журналисты. Уже завтра по всей областной столице будут открыты 20 площадок проекта. В июле и в августе к ним добавится еще по 10 самых активных жителей города детства. Организаторы планируют наградить памятными грамотами. Павел Громов, Василий Попурин. Новости Вологды.